Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение Crusader Kings 3. В прошлой серии мы начали подготовку к отмене папства, ну а самое главное событие, которое у нас произошло, неожиданно умер наш король, и на престол взошел молодой мальчик, король Станислав, который оказался очень мудрым правителем. За кадром я продолжал зачищать вот здесь вот различные мелкие территории, наш король вырос, превратился из мальчика в мужчину, и сегодня ему предстоит выполнить священную задачу его предков, отменить папство, во всем мире уничтожить католичество и распространить великую канузскую религию по всему миру. Поэтому поддержите наше видео прохождение своими лайками и комментариями, поделитесь ссылкой на наш канал со своими друзьями в социальных сетях, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные серии. За кадром у нас случилось три важных события, давайте я по порядку вам все расскажу. Первое. У нас доступно решение основать университет. В последнее время в мою державу съезжаются ученые. Ко многим из них приходят ученики, но чтобы обретать и передавать знания в полной мере, нужно достойное место, где все эти люди могли бы собраться. Я выполнил все условия, одно из самых сложных условий это было вот здесь вот, определенные территории должны достичь уровня развития 40, я выполнил и давайте заложим основание нашего великого университета. Наступает новая эра знаний, прибывают строители, ученые и планы строительства великого университета становятся все реальней. Распорядитель строительства сообщает, что все готово к началу работ, осталось только выбрать место и звание. Я построю Болонский университет. Итак, первое мы с вами выполнили. Второе. У нас доступно новое наследие династии. Мы заработали с вами очки престижа. И здесь я выбираю между обычаями и эрудицией. Смотрите, здесь мы уже сделали мнение придворных и гостей. Дальше у нас пойдет благочестие и общие конфессии. Прирост развития плюс 20% это очень много. А также за ученость у нас будет плюс 10%. Ну и преимущество передворождебной конфессии. Дальше, пока мы будем прокачиваться, возможно уже даже игра закончится. Поэтому давайте благочестие в месяц плюс 10% и общие конфессии плюс 3. Мне кажется, это будет очень выгодно. Ну и третье событие, друзья, которое у нас произошло. Наконец-то я в наследовании выучил примагенитуру. И доступна стала ультима примагенитура. Я ее сразу же принял. Здесь, кстати, не обязательно было принимать абсолютный авторитет короны. Достаточно было просто принять высокий авторитет короны. И тогда все они проголосовали за новый закон ультра-преми-генитура. Она гласит, что все наши титулы получат самый маленький ребенок. Я его на самом деле только что принял. У нас только что изучилась эта наука. И давайте посмотрим, кто у нас чего наследует. Наш самый маленький сынок, принц Изъяслав российский, получит в основном все главные титулы. Но также у нас есть еще постарше сын, принц Евстафий. Он у нас забирает вот эти вот ранги из-за того, что там есть законы о наследовании. Поэтому давайте прямо сейчас в Карпатию удаляем законы феодальных выборов. Удаляем. Смотрите, минус одна территория. Вторая империя Татария. Мы тоже тогда удаляем этот закон. Здесь нужно будет очень много коронок. И смотрите, нам не хватает престижа. То есть нам нужно будет еще подождать для того, чтобы освободить вот от царства Сибири. И тогда все титулы перейдут нашему младшенькому сыну, принцу Изяславу. Сейчас мы с вами накопим, начинаем, друзья, войну. Ну что ж, папа римский, который против нас когда-то сделал священный поход крестовый. Теперь мы ему, наверное, отомстим. Но прежде чем до него добраться, мы вот прямо сейчас не можем объявить ему войну, потому что у нас нет единой территории. Нам сначала нужно будет пройти по всей Италии, а потом мы с вами заберем папство. Для того, чтобы выполнить эти титулы, нам нужно будет обязательно, смотрите, он не должен иметь вообще никаких земель. То есть мы папство должны у него отобрать. Дальше мы должны полностью контролировать регион Италии. Вот здесь вот не совсем понятно, потому что когда нажимаешь на Италию, показывается вот вся вот эта вот европейская территория. Но я думаю, наверное, имеется в виду, что нужно будет империю Италии полностью завоевать. Скорее всего, тогда мы сможем вот этого папу одолеть. Ну и еще может быть, что Италия вместе вот здесь вот сапожком, чтобы все до самого юга достать. Но мы посмотрим уже по ходу движения. Давайте все-таки, друзья, объявим священную войну за все королевство, чтобы побыстрее забрать весь вот этот вот титул. Ну что ж, объявляем. У нас 126 тысяч, у него 46 тысяч. Война вроде бы не должна быть у нас затяжной при условии, если все католические, смотрите, все католические короли вступаются за Италию. Ну что ж, давайте. Вот у них главная столица, ее мы и начнем сейчас разбирать. Собираем тогда все войска вот в этом нашем городе, все наши армии. Здесь я особо ничего не прокачивал, как у нас вот дружинники, основная ударная сила. Арбалетчиков я еще сюда назначил, просто для того, чтобы посмотреть, как они дерутся. Ну и давайте еще призовем вот Хранителя Небеса и начнем завоевывать Италию. Итак, здесь назначаем самого лучшего командира, короля Романа из Бьярмии, что у него агрессивная атака и риск. Ну риск, с одной стороны, конечно, хорошо, дело благородное, с другой стороны, он может и проиграть какую-нибудь войну. Получаем, Гавриила становится вместо нас главой династии. Очень интересно, что это имеется в виду. Неужели нас сменили? Нет, не сменили. Ука будет судить этих грешников. Давайте пока у нас набирается от ныне вы, новая глава династии. Да, они там что-то переменным успехом. Ух ты, на нас тут сразу наступление пошло итальянское. Я думаю, что три месяца мы просто подождем, полностью соберем все войска и начнем тогда громить итальянцев, заодно побирая вот эти вот налоги различные золотые, а также с благочестием. Но нам сейчас самое главное, это именно престиж, чтобы с наследством до конца разобраться. Все, давайте, три месяца всего лишь осталось, ждем. И она родила нам дочку Иринью. Это наша королева, пусть будет мудрой наша дочь. Хорошо, нам сыновей, наверное, больше не нужно. Давайте я покажу все свое наследство. Добро к нам пожаловать, мудрец, он получает 15 мнений о нас. Давайте возьмем. Смотрите, у меня есть раз, два, три сына и еще один, четыре даже сына и одна дочка. Так что, если кто-то у нас и умрет, например, младший сын, тогда все наследство передастся вот так вот по наследству самому младшему сыну. То есть, мы ничем не рискуем, когда мы приняли самый лучший закон, который называется у нас вот ультра примагенитуры. Так что, и почему я самого маленького выбрал? Потому что он будет дольше править, у него будет больше различных возможностей. Через 55 дней, смотрите, они у нас прям территорию захватывают. Через 55 дней мы с вами соберем нашу великую армию и пойдем уже в атаку. Через 27 уже дней осталось. Главное, чтобы они не успели захватить вот эти вот территории. А мы сейчас тогда разделим нашу армию. Часть у нас охватил стресс. Часть у нас пойдет вперед. Почему вокруг меня сплошные идиоты? Раздражительность, пьянство, либо немножко придется потерпеть. Ну, мне не хочется раздражительность, зато мы потеряем 20 стресса. Пьянство тоже нехорошо. Я сейчас качаюсь как раз в здоровье для того, чтобы долго и счастливо править. Здесь мы получим дополнительно 48 стресса, если 8 лет. Давайте, мы знаете, что сделаем? Мы не будем брать ни пьянство, ни раздражительность. Я потерплю. Сейчас на паузу тогда нажмем. И мы возьмем у нас было созвать охоту. Вы сопровождаете армию. Так, друзья, давайте посмотрим. Я не хочу сопровождать армию. Да, действительно, наш король-школяр сопровождает армию. Давайте одноназначим вот великого князя из Алании. Пусть он пока что руководит нашими войсками. Тем более, не пристало королю здесь воевать. Ну, и теперь мы можем созвать охоту. Дает 45 стресса снижает. Здесь 35. Поэтому мы еще и созываем охоту. Все, друзья. Разделяем тогда нашу армию пополам. И одна часть маленькая, 65. Я думаю, пойдет у нас вот так вот уже в наступление. А вот эти вот у нас две армии пойдут отвоевывать наши города, чтобы они случайно... Смотрите, так, началась Великая Битва. Мы вроде бы даже побеждаем. Охота раненые. Князь Ярополк кричит от боли. Дорогу, я лекарь. Он получает 20 мнений о нас. Мы получим практика полевой хирургии. Что это нам дает? Что-то очень хорошее, кстати. Ученость плюс один. Нельзя терять ни минуты. Ну, давайте вылечим, наверное, нашего придворного. Это будет, я так думаю, даже лучше. Смотри, как мы сильно разгромили врага. Пока все идет... Что это такое? Опокаяние. Давай вбок немножко. Ну что ж, давайте получим еще коронки опокаяния. Деньги получим. И здесь у нас тоже деньги. Так, все, армию мы разбили. Они у нас заняли какую-то территорию. Вдохновленные мы возвращаемся домой. Но стресс мы немножечко сбавили. Сейчас тогда потребуем артефакт. Сага доме. Это у нас требует артефакт. Первая победа у нас в кармане. Мы потеряли какую-то территорию. Равенна. Давайте посмотрим, где она у нас находится. Вот здесь она у нас находится. Что ж, можно будет сейчас идти вот в эту вот Равенну. Заодно мы убьем войска. Здесь по реке, видимо, мы будем плыть. И заодно вот даже вот так вот, наверное, сделаем, чтобы всех тут отвоевать. И захватить эти территории. А пока мы захватываем город. И набираем себе... Дальше продолжаем набирать деньги. Это прям очень хорошо. У нас какие-то события случились. Мы можем призвать себе какого-то графа, чтобы он вступил с нами в войну. Узников я пока не буду выкупать. Это, скорее всего, те пленники, которых мы завоевали. Отлично, он согласен. Деньги так и сыпятся. Но смотрите, здесь мы спокойно их должны будем побить. У нас 68-тысячная армия. Заодно город отвоюем и деньги получим. Главное, сильно не затягивать эту войну. Кстати, я еще начал происки. Выучить язык монгольский. Наконец-то я выучил монгольский язык. Чтобы у нас вот здесь вот, у нас на востоке, не было никаких проблем. Потому что иногда здесь какой-то крестьянский сброд. Что-то начинает, какие-то недовольства. Пока вроде бы, ого, крестьянский сброд. Видите, они начинают у нас в Кракове и в графстве Москва. Главное, чтобы они не подняли сейчас какую-нибудь большую забастовку. До тех пор, пока мы не завоюем вот это вот папство. Смотри, они все подтягивают и подтягивают новые войска. Мы сейчас берем первый город. Здесь все в порядке. Мы разгромили. Отлично. Победы у нас хорошие. Я хотел вот что посмотреть. Я для эксперимента взял свою армию арбалетчиков. И хотел бы посмотреть, насколько хорошо они дерутся. Ну понятно, основная ударная сила у нас ополчение и дружинники они выкашивают. Лесные стражи очень хорошо у нас поработали. Вместе с воителями. Вот, арбалетчики. Смотрите, как они накрошили. То есть, по сути, они бьют столько же, 1200, как у нас воители. А воители как раз умножаются на 10, тоже 1200. То есть, очень хороший у них урон. Пикинеры. Ну, это чисто для того, чтобы от конницы защищаться. Ну и гвардейцы дома. Это просто нам дан халяву дали. Я решил их тоже испытать. Бронированные всадники. Это у нас не мои войска. Это у нас войска, вот, хранители земель небеса. Ну что ж, эксперимент у нас вроде бы как удался. Мы сейчас тогда освобождаем этот город. Приглашаем еще одного придворного. Вернее, так, подождите. Пойдемте, наверное, я думаю... Так, вот эту армию нужно будет разгромить. Сейчас мы ее уничтожим. Не сможем. Тогда пойдем сразу в город и захватим их столицу. У нас уже 42%. Когда мы готовы освободим вот эти вот земли, мы с этой стороны пойдем с двух сторон сейчас нападем и полностью уничтожим эту армию. И у нас будет открыта дорога на папство. Ой, ука, выйди уже наружу. Как пожелаешь, вы получите модификатор. Манящая уверенность дает нам плодовитость и привлекательность. Очень хорошо. Здесь допоздна работаем. Ученость увеличена на 2, получает 20 мнений. Но мы получим модификатор наставления других. Дипломатия минус 2. И последнее сосредоточенное чтение дает нам плюс учености. Наш опыт увеличивается на 100. Но царица Прибыслава теряет мнение о нас. Меня не интересует твоя постель. Меня ждут теплые объятия знаний. Ну, с одной стороны, нам дети больше не нужны, особенно мальчики. С другой стороны, зачем отказывать такой красавице 30-летней королеве? Ладно, сделаем как пожелаешь. Все. Сейчас мы здесь разобьем первую армию. Захватим у них главный город. Смотрите, они идут сразу отвоевывать те территории, которые завоевали мы. И захватываем главный итальянский город. И у нас великий эпос и тайны веры. Ничего в твоей мудрости много впечатлили. Это наш принц Вышеслав. Это наш сынок. Он сохраняет свойство непритязательность. Либо может получить смирение, либо цинизм. Я помню, что смирение – это грех для уконусцев. А цинизм тоже кажется грех. Давайте посмотрим. Общее мнение, благочестие в месяц. Ладно, пусть непритязательность, так непритязательность. Так, началась Великая война. Смотрите, там мы громим итальянские войска. Вроде бы все у нас получается. И не забываем тыкать на золото. Потому что золото – это всегда хорошо. Это новые войска, новые возможности, новые территории. И все, столицу сейчас забираем. Смотрите, 65. После победы будет… Странно. У нас, видимо, уже лимит мы уперлись. Да, максимально. То есть теперь нам нужно будет просто захватить вот эту вот территорию. Ну и захватывать оставшиеся территории. Вот, наши друзья пришли. Здесь они начинают на нас наступать. Поэтому я думаю, давай вот сейчас Геную завоюем. Это первое. А этих мы просто-напросто отшугнем. Заодно, может быть, мы их и победим. Все, пойдемте, друзья. Пока война вроде бы как на нашей стороне. Разумеется, он там будет. Нас приглашают на пирушку. Из минусов у нас здесь ничего. Территорию мы пока не контролируем. Да и непонятно, как ее контролировать. Потому что всю Италию нам нужно будет захватить. Поэтому сейчас мы вот начнем с Генуи. И пойдем тогда вниз потихонечку все захватывать. И мне уже не терпится так. Я уж думал, что мы сейчас будем проигрывать. Смотрите, сейчас будет 90 с чем-то процентов. После того, как мы победим. А мы не можем больше взять вот эти вот очки. Потому что в битвах мы ничего больше не завоевываем. Следовательно, чтобы не ждать, друзья. Мы сразу берем какой-нибудь вот давайте. Крупный вот этот вот город. И начинаем прям подряд все здесь завоевывать. Я найду все ответы на небе. У нас небесное открытие, которое нам дает, наверное, науку. Ученость, управление вообще хорошо. А здесь приземленные интересы, благочестие и мнение духовенства. Но давайте, раз уж мы пошли в науку, тогда и продолжать будем в науку идти. Тем более, нам дали еще один балл научных познаний. Смотрите, я прокачал здоровое тело. Хочу получить, чтобы у нас был хороший бонус к здоровью. Чтобы мы жили долго и счастливо. И правили, может быть, даже рекорд поставили. Пока рекорд у нас 95 лет. Один из наших прадедов правил 95 лет. Все, разблокируем. И последнее у нас будет здоровое тело. А потом я уйду, скорее всего, в военное дело. Секрет раскрытый, у меня просто нет никаких слов. Вы можете решить, какого опекуна получит Афанасий. Ну что ж, давайте Афанасий. Пусть будет, она у нас Новонекодимская, она у нас Уканузская. Пусть сама царица наша, любимая, выучит нашего сына. А узников мы потом выкупим, когда у нас вот эта вот итальянская война закончится. Так, давайте. Готово. Все, 100%, друзья. Достаточно было разгромить армию и захватить два дополнительных города. И вся Италия переходит под наш контроль. Распускаем. Наконец-то наступил долгожданный мир. И давай посмотрим. Теперь мы, наконец-то, можем, наверное, отменить папство, а также основать еще один университет. Я думаю, что это будет очень неплохо. Давайте мы тогда основываем. 150 коронок. Заложить еще одно основание. Я построю университет Сиены. Чем больше будет университетов, тем оно будет лучше. И предел домена у нас 28. Сейчас придется все тогда раздать. Ну что ж, друзья. Теперь нужно главное посмотреть, можем ли мы время противостояния. У нас нету казуса Бели. То есть нам нужно будет захватить какую-то еще одну территорию. Например, вот Сардинию. Вот эту Италию заберем. Создать титул. 32 из 42. То есть нам еще 10 графс нужно. Но пока у нас большущие проблемы. Это то, что нужно будет раздавать все вот эти вот титулы. Давайте посмотрим, кто тут кому принадлежит. Во-первых, Пиза. Всего одна у нас территория. Я думаю, знаете, как давайте сделаем? Если мы сможем, да, создать титул. Создаем его. И объединяемся вместе с Пизой. Вот сюда сейчас. Дело в том, что у нас уже вассалов осталось не так уж и много. Места в вассалов. Берем чистых, чистокровных никодимычей. Давайте поставим фильтр, чтобы культура у нас была новонекодимская. Смотрите, там отсеялась. Религия обязательно должна быть уканузская. Ну и правители. Давайте вот так вот пока ставим. Выбираем чистых никодимычей. Пока, если, конечно, возможно. Вот наш племянник и наш сын и подопечный принц Евстафи. Нет, ему лучше не давать, потому что он у нас будет в дальнейшем, возможно, наследником, если что-то случится. Поэтому нашему племяннику, принцу Еремею, отдаем вот эти территории. Я даже думаю, давай посмотрим. Во-первых, графский титул ему сейчас нужно будет отдать. Так, Лука вот это. Тоскана отдаем. И еще Пизу тоже отдаем. Пусть он правит всей вот этой вот территории. Даруем ему этот титул. Все готово. Итого, еще 10 нужно будет раздать. Смотрим. Аквителия. Что здесь у нас за графство? Фруйли. И еще какое-то... А, Верона и Венеция. Но Венеция, у меня такое ощущение, что она нам не принадлежит. Давайте посмотрим. Да, Венета, она отдельное даже королевство создала. Вот это вот интересно. Ну что ж, друзья, давайте тогда все вот здесь вот объединять. Опять же, выбираем, если у нас остались еще настоящие чистые Никодимычи. Вот, ваш сын и подопечный. Нет, сыновьям я пока ничего давать не буду. Обойдутся вероломный злодей. Давайте мы ему отдадим вот эти вот все территории. Раз, два. А здесь персонажи державовые. Ну и отдаем ему главный титул. А мы главный титул, похоже, еще просто-напросто не создали. Это вот у нас Фри Ули. Забираем себе титул. И теперь прямо вот из главного города можно будет назначать своего наследника. Все готово даровать ему титулы. И последнее, что у нас остается вот здесь. Какое графство? Это графство Эмилия. Давайте мы тогда его сейчас попробуем забрать. Я, правда, не вижу, где у нас герб. Вот, Эмильский герб. Создаем титул. И вполне возможно объединить бы несколько территорий. Вот это что у нас такое? Герцогство Генуя. Смотрите, мы Эмилию можем с герцогством Генуя объединить. У него здесь три территории. И тогда у нас просто будет править один единый король. Да, давайте, наверное, так мы с вами и сделаем. Чтобы побольше территорий у нас здесь было. Сейчас я тогда выберу какого-нибудь Изъяслав Никодимовича. Смотрите, какой хороший наш племянник. Давай мы ему прям все земли тогда вообще отдаем. И отдаем ему великое княжество Эмилия. Смотрите, мы можем отдельно сделать Генуи. Отдельно здесь. Здесь будет три княжества. Здесь раз, два, три, четыре. Но можно будет раздербанить вот эту территорию. Да, давайте мы не будем создавать Генуи. Мы просто вот объединим. Даруем тогда этот титул. Хорошо. И теперь создаем последний титул. Вот Пьемонта. Создать титул. И отдаем все земли вместе вот с этой вот Генуи. Я просто сэкономлю целых три получается вассала. Давайте мы Добрыне Никодимовичу отдадим все вот эти вот территории. Отдадим ему главный титул Пьемонта. Ну и все. Все титулы мы с вами раздали. 11 из 12. Отлично, друзья. Ну что ж. Давайте сейчас посмотрим, сможем ли мы завоевать папство. Нам нужно будет накопить войско. И здесь забираем золотые монеты. Это прям хорошо. Смотрим, как у нас дела в совете. Здесь мы с вами распространяем уконуску. Здесь три месяца. И наводить порядок где-нибудь наведем в центральной части нашего государства. На Василь через 6 месяцев успокоится раз и навсегда. Хорошо, наша королева имеет тут хороший навык управления. И дает нам хорошие бонусы. Ну что ж, папство. Достойно уже вести с нами войну? Да. Ну что, поехали, друзья. Объявляем войну молодому какому-то папе. Тут только что сменился папа Андриан Третий. И не повезло ему связаться с великим Никодимовичем. Маленькие войска. Но, скорее всего, папа призовет всех католиков. И католики начнут нас уничтожать. Поехали, друзья. За королевство мы объявить войну не можем, к сожалению. Поэтому только лишь за графство папское. Раз, два, три территории. Здесь в титуле станут вассалами нашего короля. Ну, поехали. 160 узелков. Не такая уж и большая плата за великую победу над папой римским. Собираем все армии. Призываем наши ордена. И назначаем туда по обычаю уже самого лучшего командира. Так, король Роман Бьярмский хорошо. А здесь правим мы. Не пристало нам королю воевать на войне. Вдруг нас еще и убьют. Сейчас здесь у нас прибудет огромное войско. И мы начнем громить великого папу. Надеюсь, что у нас после этого все должно получиться. А пока отпускаем вот за 25 всяких тут королингов. Это, кстати, великая династия, которая существовала в реале. Можете почитать в Википедии. Очень интересное у них было правление. И они правили там чуть ли не 500 лет, если я вот не ошибаюсь. Так что королингов мы тоже захватим. Освободили всех. Можно договориться о союзах. Конечно же. Принц Иремей. Давай в союз. И принцесса Эмилия. Тоже договариваемся о союзе. А также мы можем призвать собеслава на эту войну. Все. Хотя против римского папы, я думаю, тут справимся мы даже половиной армии. Он согласен. Заключен новый союз. Мы когда начнем, например, громить, вот я думаю, Баварию. Так, великолепные новости. Тогда мы призовем всех наших. Ох ты, как интересно. Смотрите. У них немаленькая папская армия. Заключен союз с Еремеем из Тосканы. У них немаленькая армия, которая сразу же пошла в наступление. И начинает захватывать наши города. Следовательно, тут три месяца мы, наверное, ждать не будем. Мы сразу два месяца ударимся. Все, давайте. Я ждать больше не могу. Нам нужно будет сейчас убить. Вот так вот пойдем разгромить их армию. И потом мы пойдем уже на столицу, на Рим. И захватим папство. Надеюсь, что эта война у нас не будет долгой. Вроде бы мы все правильно сориентировались. Главное, чтобы они не убегали от нас, а сразу же приняли вот этот вот бой, который мы должны, ну, естественно, победить. Потому что наши войска здесь... Так, отлично. Все. И они совершают ошибку. Они, во-первых, через реку переходят. Во-вторых, они ввязались в этот бой. Для них невыгодный. То есть папу мы сразу же уже отымели в первом же бою. Делим здесь наши войска. Вперед идем по городам. Можно, я думаю, сначала папские города захватим. Первый и... Вот здесь вот непонятно. Давай сразу же в столицу пойдем. Второй. Земли небеса. Подойдут у нас вот сюда вот границы, если что. Либо они могут отпугивать вот такие вот мелкие войска. Давай попробуем сейчас вот удариться. 6 тысяч, я думаю, мы спокойно с вами разгромим. Так, давай. Если они только не уплывут у нас на лодках, а мы продолжаем получать деньги. Да, они у нас убегают. А мы пока ходим по вражеской территории, теряем наши войска. И интересно было бы посмотреть, потому что бой был великий, посмотреть подробности. Ополчение, дружинники, воители, лесные стражи, арбалетчики практически не умирают, что в принципе правильно, потому что они издалека стреляют. И потеряли они очень мало, а накрошили они целых 600. То есть практически как в половину воителей. Мы успешно захватываем их города. Тут через 3 месяца, а Рим, наверное, целых 5 месяцев придется нам держать и захватывать. Ну и после этого, я надеюсь, папу римского мы уничтожим. Прах праху оржавчина. Стоящее предприятие. Вы станете владельцем меч персонажа. Граф такой-то дает нам... Ну вообще ничего не дает. Нет, это слишком дорого. Артефакт уничтожен. Давайте мы его, наверное, уничтожим. Не нужно нам такое. У нас и так этих артефактов уже, видимо, невидимо. И денег 83. Ну что ж, давайте тогда ждем, друзья. Они опять пошли на наши города. Мы и вот еще неожиданно, как вышло войско, мы его даже можем вот так вот на перехвате забрать. Если только успеем. Хорошо бы, если бы в Риме мы прям папу римского захватили. Ока будет судить этих грешников. Смотрите, вроде бы мы даже, да, вступили в бой. И подмога здесь начинает у нас приходить. Пока все идет примерно по нашему плану. Города мы захватываем. Меня радует собственное достижение. Мы изучили, наконец, монгольский язык. Отлично, друзья. Теперь с монголами у нас будут понятки. А этот город теперь в нашем владении. Смотрите, вот синий контур. То, что нам нужно будет захватить. Я так понимаю. Или вот сюда. Наверное, сюда лучше пойдем. Правильно. И вот этот вот город еще нужно будет отвоевать. Для того, чтобы полностью все победить. А вы идите, пока стойте на наших территориях, чтобы не заканчивались наши войска. Вот здесь сейчас последний, видимо, бой у нас придется. А они смелые. Смотрите, какие они у нас смелые. Они решили напасть. Все, друзья. Война закончилась. Урок благотворительности. Сегодня мэр Юрий и мой сын Евстафий пришли на рынок. И они либо оставляют заносчивость, либо получают щедрость, либо переменчивость. Но переменчивость, если я правильно помню, это грех. Давайте проверим. Да, у конуса считают грех. Дальше. Щедрость. Это, на самом деле, очень плохо. Когда мы будем какие-то деньги отдавать, или нас что-то будут просить заплатить, мы будем терять у себя. Вот здесь вот стресс у нас будет очень сильно приобретаться. Поэтому, ну, заносчивость так заносчивость. Ничего страшного в заносчивости нет. Мнение о вассалах. Ну, ничего страшного. Давайте. Ты выше них, мое дитя. Все. Папу мы с вами захватили. Вот этот вот молодому папу не повезло. Недолго он правил. И теперь, наверное, у нас будет доступно распустить папство. Давайте посмотрим, потому что мы выполнили вроде бы как все условия, но мы не отвечаем требованиям. Смотри. Папа Андриан не имеет земель. Да, мы все отняли. Он не ведет войны, но мы пока не контролируем регион Италии. Что он имеет в виду? Он прям показывает почему-то вот Сардинию, может быть, нужно захватить. Да, сейчас попробуем тогда вот Сардинию захватить. И вполне возможно это будет считаться регионом Италии. Что ж, давайте пока погладим малыша. Хорошо, спасибо, мой друг. Нам нужно будет стресс снимать, устроить грандиозный пир за 35 во славу нашей победы. Ну и нужно будет раздать вот эти вот территории. Смотрите, непосредственно Рим. Я бы здесь, наверное, хотел бы сам обосноваться. Может быть, эту территорию оставить нам. Тут вон есть у нас и Колизей, который дает время строительства зданий. И Аврелиановы стены. Гарнизон, фортификация. Смотрите, как мы захватили. Все очень хорошо. Хорошо, Рим отдать или нет. Вот в чем вопрос. Но пока нам нужно будет распределить вот эти все территории. Первое. Мы забираем архиеписовство Лацио. Узурпируем этот титул. Прекрасно. Дальше. Мы, наверное, можем узурпировать титул всего вот этого королевства. Безбожьих романия. Не можем, потому что еще нужно будет каких-то вот здесь вот две территории нужно будет завоевать. Ну и теперь раздаем земли. У меня вдруг возникла одна гениальная идея. А что если вот эти вот римские священные земли отдать нашему будущему наследнику? Да, когда он придет в наследование, у него будет вот такой вот большой перебор наверняка. Но, смотрите, вот эта сибирская земля. Удаляем закон. Удаляем. Все. Теперь все титулы полностью принадлежат нашему принцу Изъяславу. Следующий у нас в очереди кто идет? Афанасий и Вышеслав. А еще и Евстафий. Вот, я думаю, нашему старшему, чтобы его не обижать, да, мы тогда Евстафию отдадим все вот эти вот римские земли. Итак, давайте выбираем нашего принца Евстафия и дарим ему все вот эти вот земли вместе с главным папским титулом Великое Княжество Лацио. Все, он у нас здесь будет главным правителем. Отлично. И в дальнейшем мы ему отдадим вот титул королевства, который мы пока что завоевать еще не можем. Ну и потом империей будем все-таки владеть вот этой итальянской мысли. Смотрите, нам нужно будет завоевать весь регион Италии. Немножко непонятно, что здесь имеется в виду под регионом Италии. Потому что он показывает почему-то вот сюда, вот на океан. Возможно, это на Сардинию он просто-напросто показывает. Поэтому давайте, сейчас мы тогда объявляем войну Сардинии. Но прежде чем объявить войну, нам нужно, чтобы у нас с войска немножко отдохнули, немножко собрались. А также у нас опасная фракция поднимает голову. Это чешские популисты. Смотрите, их ведет какой-то великий князь Зменеслав. Я думаю, что сейчас мы с ним разберемся. Во-первых, мы ему отправляем подарок на 39 мнения. Хорошо. Во-вторых, мы ему дарим какой-нибудь абсолютно нам не нужный артефакт. Какой-нибудь белый, ну или зеленый. Вот, меч киридского народа. Он возьмет, да, берет. Минус. Так, еще 5 у него прибавилось. Что еще мы можем на него повлиять? Каким образом выучить язык? Сербско-хорватский. Не очень-то, я думаю, это хорошо. А если мы ему предложим какого-нибудь нашего подопечного? Принц Вышеслав. Ему 12 лет. И ему лично мы предложим 15 мнений он приобретает. Заодно, может быть, он сменит какие-то свои собственные убеждения. А также обратить его у нас не получится, потому что он пока что рассматривает у нас другое предложение. Сейчас мы попробуем тогда его обратить. И чешские католические популисты больше ничего не будут нам угрожать. Добро пожаловать, друзья. Наш пир начинается. Нам вот с этим нужно будет сейчас очень сильно дружить. Ну и остальные у нас фракции. Нам нужно немножко подождать. Нам просто нужно немножко подождать, не воевать. А потом мы начнем захватывать весь регион Италии. Что у нас случилось? Воитель, который не знает себе равных. Вы же на одной стороне. Мы потратим 6 величия двора. Становятся соперниками. Это не нужно. Я вас усмирю. Возможный исход. Мы получите коронки. Становитесь соперником. Здесь мнение о персонаже увеличится. Унижение при дворе. Это тоже не подходит. Заберите у них боевые мечи и выдайте тренировочные. Вы поднимите величие двора. Он получит мнение. Получит кто-то ранение. Да и наплевать. Здесь все хорошо. Они стали соперниками. Уже стали. Мы никак повлиять не можем. Вот это пока что самое лучшее. И здесь у нас получается... Мы стресс получим. Давайте. Пусть боевыми мечами помашутся. А дальше уже решат, что и как нам делать. Здесь я поставил все придворные артефакты самые лучшие. Единственное. Только нужно посмотреть по прочности. Потому что уже некоторые начинают у нас разрушаться. Деньги. Деньги у нас есть. Но деньги здесь, что пережил. Выучить язык. Плюс 8. Ну давайте пока сохраним. Я сейчас поставил. Вот смотрите на ученость. Потому что мы как раз проходим ученость. Гобелен. Величие двора. Признание. Ну давайте вот это вот 8 лет. Все тоже изучим. Статуи персонажа Упурга. Налоги плюс 1%. Ну не то не все. Но стоит это пока что копейки. Поэтому можем ремонтировать за 38 и за 50. 11 лет. Ладно. Здесь подождем. Может быть кому-нибудь подарим вот эти вот доспехи. Это первое. Второе. Нужно будет посмотреть, что у нас здесь. И тоже где какая прочность у нас у меня. 0 лет. Мраморный скипетр Джазиру. Ученость плюс 5. Так. Давайте мы, во-первых, его отремонтируем. Это первое. Второе. Меч персонажа Алена. Тоже я ее помню. Я ее часто применял. Гюлай. Что нам дает? Он престиж и плодовитость. Ну пока что неплохо. И регалия династии Гаволидов. Слушайте. Меч персонаж Гюлая. Мы его починим только для того, чтобы кому-нибудь потом продать или подарить. Эту регалию тоже давайте сделаем. 7 лет. Дальше. За 7 лет мы уже решим все текущие проблемы. Нет-нет. Прошу продолжайте. Пир беседы. Вы получите истинную беседу. Либо он получит 20 мнений о нас. А это Романья. Романья. Ну давайте вот так вот сделаем. Пир продолжается, друзья. Мы ведем происки влияния против одного из ненавистного вассала. А вассалов у нас остается всего лишь все. То есть мы больше не можем вести войны. Нам нужно будет распределять всех вот так вот по кусочкам. Давай посмотрим, где какие империи. Мы германскую империю забрали себе. Вот только вопрос. Вот эта вот Германия. Входит ли она в наш титул? Или тут... Ну судя по тому, что значков нету, вот эта вся Германия входит в наш единый общий титул. Следовательно, друзья, мы можем вот эти все мелкие графства объединить под королевство. Торговец с вином, кажется, еще не уехал. Все гости получают 10 мнений о нашем персонаже. Вот здесь мы можем объединить все мелкие графства. Добро пожаловать, 15 мнений мудрец. Почему бы и да. Берем его себе. Но эта территория пока что баварская. Она нам не принадлежит. С папой нужно будет сейчас разобраться. Нужно будет подождать, когда у нас... Что здесь случилось? Он уже всех утихомирил. А давай сейчас в третьем Риме 2 года. Вот он у нас успокаивает всех. Дальше у Конуска через 7 месяцев. А здесь распространять культуру. А культуру... Смотрите, как мы хитро сейчас сделаем. Давайте на паузу. Мы поставим великую Никодимовскую культуру. Да, 15 лет. Да, очень долго. Но 15 лет это действительно очень долго. Потому что вот здесь мы можем за 7, за 6 и даже где-то за 5 лет можем сделать еще больше культуры. Вот, например, Минск за 6 лет. Здесь у нас 7 лет. А здесь тоже... Ну, в среднем где-то 6-7 лет. Рискнуть что ли? И теперь вот эту вот римскую культуру перевести в нашу за 15 лет? Давайте рискнем. Тут у нас и успокаивается. И мы нашу культуру начнем прям с Рима распространять во все стороны. Чтобы здесь была тоже великая Никодимовская культура. Ну что, друзья. Да, это долго. Да, это неправильное решение, я считаю. Потому что нужно было утихомеривать какие-то мелкие там за 5-4 года. И мы бы пока 15 лет, мы бы уже 3 или 4 территории утихомерили. Но я именно хочу вот такой вот финт сделать, чтобы унизить папу римского за то, что он когда-то нападал на моего прадеда. Теперь можно будет спокойно вести свои правительственные дела. Смотрите, вот здесь было... Здесь было государство. Вот внизу было государство пир-дилеммы. Я все их отвоевал, так что можно Англия. А Франция захватила почти всю Англию. Ну тогда не будем с ними бороться. Вот Латаргинию вот здесь вот можно будет откусить. А лучше всего сразу кусок Баварии. О да, мне это тоже крайне интересно. Король Гавриил получает 20 мнений. Мы с ним подружимся. Безразлично. Ну давайте вот так вот подружимся. Мы рассуждали. Это германский король. До новых встреч, друзья. Мы получим душа компании. И это хорошо. Знаете почему? Потому что она дает бонусы. Ух ты, к тому же, чтобы утихомирить. Смотри, здесь мы утихомирили. Очень много сепаратистов. Сейчас нам нужно будет решать наши внутренние дела. Потому что иначе начнется война. И вот мы уже не вытянем против даже вот крестьян. Но такого количества. Давай посмотрим методом исключения. Ух ты, 64, крестьянский сброд. Чем-то недовольно в Кракове и даже в Москве. Немедленно приведите его. Я понимаю ваши щедрые дары. Принимаю деньги и коронки получим. Так, давайте мы еще с наследованием до конца разберемся. Смотрите, у нас есть Волга-Урал и царство Хазария. Мы тогда Волга-Урал тоже удаляем закон, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не проголосовал за другого правительства. А царство Хазария, у него там осталась только Мадьярская конфедерация. Тем более, что случилось? У нас не хватает 92 коронки. Хорошо, будем ждать. Предложить преемника. Видимо, в Хазарском царстве. Давайте проверим. Да, предложить наследника. Не будем пока ничего предлагать. Сейчас наша главная задача – это бороться вот с этими вот большими восстаниями. Недовольство у нас растет. Но так как мы воевать больше не будем, у нас все вот эти вот недовольства, смотрите, друзья, из-за того, что наступательная война. Минус 67%. Да, понятно, там еще с религией немножко связано. Но война нам нужно будет чуть-чуть подождать. Давайте сделаем следующим образом. Я сейчас утихомирю тогда все вот эти вот опасные фракции. Вы весьма наблюдательные. Малыш 20 мнений получил о нас. Вот. Я тогда утихомирю все вот эти вот фракции. И когда у нас будет возможность уже нападать на Сардинию, почти за удовольствие нас на пир пригласили. Здесь мы пока не можем с этим персонажем, потому что вы не являетесь независимым сюзереном. Жду не дождусь. Так, интересно. Давайте прочитаем. Почему мы не можем начать войну? Вот. Оно перемирие будет нарушено. То есть мы кусок Сардинии здесь тоже пытались захватить. И я так понимаю, что нам Италия, все-таки регион Италии, нужно будет захватить все, включая и даже Сицилию и Сардинию. И тогда у нас вот будет вот эта вот отмена папства сработает. А Династия Множество Корон – это очень опасная штука для нас. Дело в том, что она раздробит всю нашу Великую Россию на 10 маленьких Россий. Постыдился бы Роман, мы получим стресс. Ух, потеха, мы получим стресс. Коронки. Король Роман получает 30 мнений о нас. А здесь что он сделал? Выпил слишком много и пытался доказать обратное. Король Бьярмский. Но мы с ним дружим. У нас тут плюс 100%, так что ничего страшного. Здесь и там по стрессу 32. Давайте, ха, потеха, 30 мнений о нас он получил. Ничего страшного, я думаю, не произошло. Нам сейчас нужно подождать, когда все вот здесь вот накопится. Фракции утихомирятся. За ними нужно будет следить сейчас очень тщательно. О, да, мне крайне интересно. Он получит 20 мнений о нас. До меня все любят. Здесь плохо. Здесь давайте вот так вот сделаем. У меня теперь новый друг. Об отпущении грехов ухо будет судить этих грешников. Преемника, нам вот здесь деньги нужно накопить, чтобы последний титул убрать. Так что, друзья, смотрите. Поздравляю, с наследством мы полностью разобрались. Осталось только убрать царство Хазарии, и у нас все будет хорошо. Так, здесь мы получим снижение стресса на 20%, а также все сидящие рядом со мной, знать бы, кто сидит еще рядом со мной. Вполне возможно, вот все вот эти вот короли, они сидели рядом со мной. Они получают 10 мнений о нашем персонаже. Что ж, вообще прекрасно. Смотрите, мы стресс потихонечку начинаем уменьшать, и здесь искать врача. А что у нас вообще с придворными должностями? Придворный врач есть, хранитель древности тоже есть. Прощайте, мы еще теряем 15 стресса. Ну, слушайте, вот этот вот пир нам там пришелся очень даже кстати. И плюс мы еще и денег продолжаем зарабатывать. Давайте пока я предлагаю не воевать. Я подожду какое-то время, нам 31 год всего лишь. То есть, ну, может, лет 5-6 мы подождем, не воюем. У нас резко снизится вот эта вот наступательная война, хотя бы до 20 или даже 30. И мы тогда уже сможем воевать. Опять нас приглашают на пирушку. Мы очень знатно и особо жду не дождусь, только бы нас не убили. Что еще здесь? Артефакты обладают госпожа в имени Льстите, королева Финьян. А ты откуда у нас? Давай посмотрим, откуда эта королева. Она где-то... Она сися. Ух ты, какое у нее большое государство, смотрите. И здесь мы можем с ней завести Шуры-Муры, чтобы эта сися была наша. Ну, давайте попробуем, немножечко с ней побалуемся. Если что, можно сразу же слететь. Можно заключить преступников. 50% он разоритель династии. Не такое уж страшное преступление. Тоже разоритель династии 32. Не будем рисковать. Здесь тоже 32. Нет-нет, прошу, продолжайте. И последний Судислав 100%. Он у нас брата-убийца. Да, конечно, Судислава мы с вами судим об отпущении грехов. Нам сейчас проблемы будут не нужны. Заодно... Хорошо. Судислав сел в тюрьму. Я делаю то, что считаю нужным. Мы еще потеряли 20 стресса. Смотри, как у нас пошло. Мы можем выкупить его, и он получит плюс от нас. Дальше давайте смотреть. Вы можете принять, какого пекуна получит Изъяслав. Это как раз наш принц и наследник. Поэтому я сам его всему научу. Чтобы он умел все то же, что умеем и мы. Ну и пока у нас мирная передышка. Давайте посмотрим, чем у нас занимается совет. Здесь он утихомиривает. Прощаемый вассал еще потеряли 20 стресса. Смотри, у нас скоро стресса вообще не будет. Здесь он у нас 15 лет. Да, будет очень долго. А мы можем... Во, как давайте приколимся. Мы у конуска можем теперь распространить здесь же, через 6 лет. Ну давайте уж напором вот так вот все сделаем. И утихомирим, и культуру поменяем, и религию поменяем. Наше дитя достигает датский язык. Так, начинается, друзья. Любовные приключения. Убей волка и принеси его шкуру. Она получит модификатор волчьей шкуры на 20 лет. Не убивает волка, ничего не происходит. Это она пытается ли я, или она пытается доказать свою преданность. Ну давайте, пусть она может даже умрет, и, как говорится, подальше от меня пусть будет. Она не убивает волка. Ладно, как-нибудь мы это переживем. Вот, границы нарисованы. То есть, смотри, вверху мы все захватили. Сейчас нам нужно будет захватить Сардинию, потом вот Сицилию. И еще вот здесь с византийцами придется нам связываться. И вот маленькое государство, которое нам тоже придется сейчас захватывать. Шкуры неубитого медведя нет. А в отпущении грехов деньги прибавляем себе. 130 тоже хорошо. И, смотри, 78%. Вот это интересно, друзья. Давайте на паузе решать вот главную проблему сейчас. 78% это у нас все практически католики. Чешские решили против нас восстать. Смотри, тут можно будет потребовать обращения, но для начала мы насильно подарим ему... Тут не получится, потому что мы ему уже дарили какой-то подарок. Теперь мы ему дарим тогда еще какой-нибудь ненужный артефакт. Вот, я думаю, мы подарим ему копье шведского народа боли. Смотри, плюс 100. И 2832. Потихонечку он начинает у нас прибавляться. И еще мы можем, например, тоже выучить у него сербско-хорвастский язык. Давай посмотрим, у нас происки еще влияния не закончились. Здесь 100%. Тогда отменяем эти происки и начинаем происки влияния вот против этого персонажа. 95%, что мы сможем на него повлиять. Главное, ох ты, отправить ультиматум можно через 3 месяца. Слушайте, друзья, давайте рискнем и попробуем, потребуем обращения. Была не была, и даже если он откажется, то все равно через 3 месяца начнется война. А если же он не откажется, то вполне возможно эти вот 3 месяца у нас отдалятся. Ну что, поехали? Я думаю, что он откажется на 100%, потому что не ради этого он начинал против нас заговор, чтобы один член хочет независимости, я лишь желаю вам спасения. Да, не получилось, так что через 3 месяца нас ждет суровая война против чешских популистов. Я так понимаю, где-то вот здесь вот у нас сейчас это все будет. Но это даже хорошо, 88%. Давайте мы даже как-то спровоцируем, что-нибудь заставим еще его делать. Например, заключить тюрьму. А интересно, если мы его заключим в тюрьму, проявление тирании, и он тогда восстанет все чешские популисты против нас. 66%. Давайте рискнем. Мне даже кажется, что это будет очень и очень интересно. Потому что мы уже и так ничем не рискуем. Через 1 месяц начнется война. Да, смотрите, его в тюрьму заключили. И вполне возможно, что чешские популисты останутся без лидера. Но война, я думаю, начнется вот ровно через месяц. Даже несмотря на то, что лидера у них больше нет, через месяц мы будем воевать с чешскими популистами. Вы можете открыть почту за удовольствие. И образы жизнедостоинства. Давайте здоровое тело. Наконец-то мы разблокируем. Теперь мы будем жить долго и счастливо. И у нас будет тут средний бонус здоровья, здесь средний бонус здоровья. Будет у нас все хорошо. Я тогда предлагаю перейти либо на управление, чтобы вот здесь вот сделать симпатии, мнение вассалов. Очень хорошо. Либо можно перейти на военное дело, чтобы у нас рыцари дрались. Очень сильно рыцари здесь прибавлялись. Давай, скорее всего, мы сосредоточимся на авторитете. Прирост контроля. Да, вот смотрите, авторитет это выгодно. Давайте выбираем сюда и пойдем вот в рыцарскую ветку. Она из военного дела, похоже, самая лучшая. А также можно еще вот здесь вот прирост контроля. Плюс 0,3. Тут 0,3. Тут 0,3 будет плюс 0,6. Так что все будут под нашим контролем. Ученость мы с вами выучили. За год до смерти мы узнаем, что мы умрем. Так что мы во всеоружие готовы. Жду не дождусь, чтобы принять теплый прием. Ну что ж, сейчас мы ждем, когда на нас нападут вот эти вот чешские католические популисты. И смотрим, что у нас по религии католичества. Смотрите, в мире католичества почти не осталось. Все либо ашаризм, либо наша уконуска занимает. Зато какая интересная выдумка. Ну и наш пир продолжается. Ты ведь держишь слово «правда»? Он получит на нас слабое влияние, либо он получает 30 мнений о нас. Ха, великий Афанасий с пьяной не понимает, что несет. А сколько он у нас? Плюс 100. Ты ведь всегда держишь слово. Мы получим влияние на него. Давайте сейчас сделаем. Он у нас теперь на крючке. Что мы можем ему с крючком сделать? Заключить тюрьму, потребовать артефакт, устроить брак, отнять титул, изменить вассальный договор. Можно, конечно, изменить вассальный договор, но я не пользуюсь этим. Денег у меня и так навалом. Вон, плюс 183 у нас прибавляется. Здесь мы ничего пока отстроить не можем, потому что мы изучаем пока что подъемные экраны. Прощайте, мой вассал. Никчемный верховный шаман Станислав. Мы альфа-карпонские католики. Настало наше время. Ну что ж, вот и чешские популисты наконец-то подняли свою голову. Свободы захотелось, твари. Только смерть освободит вас. Давай посмотрим, где у нас тут начинается шоу. Вот это интересно. А вот это вот действительно очень интересно. Они у нас везде. Слава богу, на востоке их нету. То есть они у нас завоевывают итальянский регион, чешский регион и немецкий регион. И армия, я бы сказал, у них очень даже немаленькая. Поэтому, друзья, сейчас, чтобы сразу же не удариться об них, нам придется как-то оттеснять их с востока на запад. Да, давайте. Я думаю, что будет правильным. Вот именно оттеснение. Поэтому мы сейчас выбираем какой-нибудь городок небольшой, где мы можем поставить нашу армию. Вот сюда не успеют они дойти? Да, не успеют дойти. Теперь собираем всю нашу огромную армию. Призываем хранителей земель небеса. Смотрим, чтобы мы не командовали войсками. Бьярмский король. И здесь назначаем какого-нибудь супер принца Мстислава Бихарского. 26. И у него несгибаемая защита. Наши потери убитыми минус 25%. Убей волка и отнеси его шкуру мне. Волчьи шкуры 20 лет. Опять то же самое, что у нас тут было. Завершает происки. Ну, давайте поиздеваемся над этой дурочкой. Получили волчьи шкуры на 20 лет. Вообще хорошо. Здесь у нас остается 3 месяца. То есть все войска у нас более-менее собраны. А к нам там пришло на помощь какое-то графство. Вы можете призвать на католическое восстание этого короля. Первое. Хорошо. Вы можете получить выкуп за персонажа. 100 рублей. Второе. Забираем. Здесь персонаж заключить в тюрьму мы не будем. Ну что ж, у нас даже есть помощники, которые нам помогут воевать в этой войне. Самая сложная ситуация, так понимаю, вот здесь вот у нас будет в Италии. Потому что там мы вроде бы как защищаемся. Здесь мы сейчас всех разобьем. Мнение о разводе. Хорошо. Деньги тоже забираем. Так, придется на паузе, друзья. Что-то прямо у нас подряд все идет. Хранители небеса у нас пойдут разбивать вот эту вот маленькую армию 3000. Очень долгий у нас такой получается поход. Но надеюсь, что они туда успеют. А здесь мы двумя вот этими нашими войсками, они, похоже, город у нас какой-то, да, похоже, даже Равену захватили, который у нас находится, ага, вот здесь вот в Италии. Что ж, тогда бежим сейчас как можно быстрее в итальянские города, все отвоевываем и побеждаем вот с этими вот католиками чешскими. Мы принадлежим друг другу, Фаен, отныне и навсегда. Она становится для меня родственной душой, получает 30 мнений о нас, здесь тоже становится родственной душой, либо завершает происки. Но слушайте, хорошая королева, королевство Сиси будет наше. Давайте, мы немножечко побалуемся. Она у нас красивая, умная девочка, Ука будет судить этих грешников. Так что все у нас должно быть, я хочу быть с тобой прямо здесь и сейчас. А нету другого выбора, не хочу я изменять своей жене, но мы становимся родственной душой. Она получит 10 мнений о нас, королева Сиси, вы делитесь с этим персонажем ложи. Ох, сейчас мы тут нарожаем детей, я боюсь. Да, шкуру волка она нам тут принесла, мы на ней и возлежали. Итак, смотрите, они у нас начали отвоевывать маленькие кусочки, поэтому мы идем вот сюда. Интересно, что чехи забыли в Италии? Они у нас на Италию сразу начали нападать об отпущении грехов, деньги. Что ж, придется нам сейчас бежать вот в эту вот сторону и не забывать про хранителей земель небеса, которые отправились в долгий, нудный, никому не нужный поход. Ладно, давайте сделаем так. Тут примерно все будет одинаково. Сейчас мне придется гоняться за войсками отвоевать территории. Я тогда сейчас обрету победу вот в этой вот войне, потому что здесь проблем быть никаких не должно, кроме если на нас вдруг не нападут еще. Здесь у нас 0, здесь 0, 0, 0, 96. Через два месяца какой-то крестьянский сброд в Кракове рядом, в Москве и во Владимире. Но это мы подавим вот этими вот остатками. У нас есть 36 тысяч. Мы спокойно подавим там крестьянский сброд. Эта проблема нам никакой не представляет. Давайте, сейчас идем тогда резко вперед и вот отбиваем вот все эти города. Ну все, я считаю, что одна армия у нас будет биться, вторая армия у нас будет освобожать города. И удел крестьянина служить господину. Крестьянский мятеж рядом с городом Краковым и рядом с городом Москвой. Где-то вот первые. А здесь у нас Владимирские. Я думаю, что мы давайте от Владимирских земель освободимся. Поэтому ставим на паузу. Здесь, где-нибудь неподалеку, во Владимирщине на Клязьме, либо вот в Коломне, собираем наши остатки войск 36 тысяч. Они здесь должны очень быстро собраться, потому что чем ближе к нашей столице, тем быстрее собираются наши войска. Ну и собираем все. Да, неожиданно как-то у нас тут все одновременно на нас решили нападать. Хранители небеса дошли. Так, они у нас начинают отвоевывать этот городок. Не нужно вам это делать. Вам лучше всего удариться о вражеские войска и их разгромить. Так, эти побеждают. Следующие тоже побеждают. Зловредный монстр. И в провинции Коломна что-то долго у нас прям собираются наши войска. Так, смотри. Первую войну мы с вами победили. Берем здесь, сюда идем. Отсюда наступаем вот на этот город. Я думаю, что нам они никакого сопротивления не окажут. И наш культура открывает подъемный экран. Вы можете открыть новый интерес культуры. Давайте, друзья, выберем, что нам сейчас будет наиболее важно. Подъемный экран нужно было для экономического развития. Здесь военные мы с вами все изучили. Примагенитуры это тоже положение обязывает. Мнение прямых вассалов плюс пять. Мнение собратьев вассалов тоже плюс пять. Очень хорошо. Горностаевые мантии. Престиж. Но нам это не очень нужно. Идея возрождения. Теперь Граста получает штраф за максимальное текущее развитие, когда достигает девяносто. Но у нас еще, как вы видели, даже сорока нету. Поэтому это не первостепенное. Простые векселя. Прирост развития плюс десять процентов. Очень хорошее. Придворный предел домена плюс один. Тоже было бы неплохо. Можно использовать Казус Белли. Де Юри. Можно навязывать другому персонажу больше одной претензии за войну. Ну вот мы пробовали вот здесь вот в высоком средневековье. Что-то это вообще не работало. А королевская бойня, военные постройки позднего средневековья. А здесь длительность осады минус десять процентов. Слушайте, это выучится у нас довольно-таки быстро. За двенадцать лет. Давайте мы... Потому что осады это, ну, важное довольно-таки событие. Мы сейчас по-быстрому тогда все изучаем. Пойдемте. Здесь у нас пока что идет война. Вот только что мы с вами закончили. Разгромили армию. Деньги забираем. Трудно, конечно, вести бой сразу в четырех направлениях. Поэтому здесь отвоевываем первый город. Здесь забираем, стоим через несколько дней второй город. Здесь отвоевываем третий город. И около Коломна собирается наше маленькое войско за пятьдесят дней. Вот они тупят. Им бы надо напасть на меня и полностью разгромить. Вам что, заняться, что ли, больше нечем? Ждем, когда через сорок восемь дней у нас здесь все будет. Ну и готово, друзья. Первый город мы отвоевали. Тринадцать процентов. Пойдемте тогда сразу же вот сюда наступаем. Ух ты! Вот это вот опасная ситуация. Они пошли большими войсками. Но мне кажется... Смотрите, они разделились. Это была их большая ошибка. Вместо того, чтобы напасть всем ударом на меня, они решили разделиться. Мы останавливаем негодяя, хранители небеса. Ну, пусть пока что отвоевывают город. Вот, а здесь у нас бездействует. Ну, теперь мы можем вот этих вот крестьян наконец-то наказать. Сразу идем тогда вот этих первых громим. Ну, а потом где-то вот здесь вот в Кракове, там вторые у нас еще стоят. Надеюсь, что победа. Надеюсь, все у нас должно пойти по нашему заранее спланированному плану. Как же быстро растут наши дети. Евстафи вступает во взрослую жизнь. Хорошо, они там у нас имеют свойство жениться. А смотри, мы как-то быстро победили во второй войне. Да, мы там около нашего Владимира разгромили вот этих вот крестьян. Поэтому можем сейчас навязывать свои требования. Готово. Да будет так. Ну что ж, хорошо. Идем на войну вперед. Ищем здесь хранители небеса. Остается пять месяцев. И вот эти вот войска, я думаю, что мы их, наверное, распустим. Мы получили свойство прелюбодеяния. Ох, мой секрет раскрыт. Кто они такие, чтобы судить нас? Смотрите. Король Камдаевой Сиси против нас. Но с царицей мы можем... А давай посмотрим, как мы на нее можем повлиять. Устроить брак, подарить, выучить язык. Китайский язык мы можем выучить. Больше чем два. Убийство, разрыв с любовником. Закончить наши любовные связи. Ну, мы на нее как-то можем повлиять. Правда, смотрите, я думал, что мы вассалитет можем ей принять. Но тут минус 262. Так что, получается, мы зря с этой Сиси замутили. Я просто как надеялся. Мой ребенок, моя любовница, уже какое-то время демонстрировала признаки беременности. Теперь я знаю наверняка, что вся держава – это мой ребенок. Будет лучше. И точно всем известно, что зачат не в браке. Ладно, Камдаева обвиняет нашего персонажа в измене. Я сделаю все угодно, чтобы заслужить твое прощение. Королева в гневе у нас. Я буду все отрицать, насколько мне дорогая. А мы потеряем 10 мнений о персонаже царица, Прибыслава. Ну, давайте попробуем. Вот так вот, чтобы заслужить ваше прощение. Слишком далеко у нас все, друзья, зашло. Армия подходит на подмогу. У нас 32%. Хранители небеса должны были уже вот-вот отвоевать через 39 дней верхний город. И дальше они еще какой-то Чеслав завоевали. Давай посмотрим. Вот здесь они забрали. Ука будет судить этих грешников. Нам их нужно будет сейчас разгромить. Итак, стратегический тупик. Я, король Святослав и принц Мстислав сидим на разложенной карте, обсуждаем стратегию. Я знаю, как нам использовать обе стратегии разом. Мы получим улучшенное разграбление, улучшенная защита. Все будет очень хорошо. В данном случае прав король Святослав. Принц Мстислав теряет 10 мнений о нас. Мы получим улучшенное разграбление. Дальше. Планы. Святослав теряет 10 мнений о нас. Воины могут действовать по своему усмотрению. Все получат улучшенное разграбление, что дает нам... Ну, особо ничего не дает. Длительность снабжения плюс 20%, потери минус 25%, ну, такое себе. Давай вот это вот мы с вами сделаем, это будет наиболее верным решением. Все, верхний город, друзья, мы с вами освободили, отлично. Давай теперь идем вот сюда и постараемся здесь обезвредить вражеские войска. Здесь мы город тоже отвоевали, я тогда предлагаю армию с бомбардами пустить вот на этот город. И нам как-то нужно будет побеждать, нам нужно будет драться, но мы не можем пока что драться с войсками, потому что они распустили все свои войска. Как победить вот в этом вот сражении, абсолютно непонятно. Она больше не беременна до срока, моему ребенку не суждено было родиться, ну, слава богу. Вот с этими вот как раз, с королевством Сиси, у нас все обошлось. Ребенок не родился, так что ничего с наследством не будет. Я вообще думал, что она как-нибудь согласится на наши условия, например, вот на василитет. Смотри, минус здесь, королева, разные конфессии. А может она принять нашу конфессию, тоже не может. То есть получается, друзья, что абсолютно бессмысленно мутить воду с различными королевами. Потому что на них повлиять вы все равно никак не можете. То же самое подопечного, устроить брак. Вот устроить брак, наверное, можно будет сделать, но это даже и без влияния. Мы можем предложить какого-нибудь нашего сына, чтобы она у нас здесь вышла замуж. Ладно, получается, мы попробовали с вами вот эту вот технологию. Она оказалась не жизнеспособной. Лучше быть честным, сильным и править своим государством. А нам сейчас, друзья, нужно будет разобраться со всеми вот этими городами и смотреть, чтобы у нас ничего больше не завоевывали. Давай посмотрим по территории. Да, Числав единственный город, максимум 100. Здесь мы победили, здесь у нас счетчик пошел прибавляться. То есть все территории мы свои отвоевали. Так что время теперь, друзья, работает на нас. Нам единственное, подожди, нам единственное нужно будет смотреть, где находятся вражеские войска. Вот они у нас, друзья, находятся. А давайте-ка мы, потому что бессмысленно туда идти, мы лучше пойдем вот в этот город. А вы кто такие? Это какие-то непонятные, но не наши. Это междоусобные какие-то там у нас воины идут. Нам на них пока что нет никакого дела. Все, теперь просто ждем, пока наши войска дойдут до определенных точек, отвоюют себе вот эти вот города. Ну и будет наша полностью победа. Нам сейчас Числав единственный нужно будет отвоевать. Ну и в битву в какую-нибудь вступить. Надеюсь, что вот сейчас у нас победит наша армия. И сразу же будет тут процентов 70-80, плюс еще 10 от освобождения территории. Здесь очень большие территории, поэтому пока еще дойдут наши войска. Во, вступили они наконец-то в битву. Так, мы можем открыть. Все, победили. Можем открыть новые достоинства военного дела. И вот сейчас очень сложный момент. Ну, казус бели, это ладно. Деньги у нас пока что есть. Служба корони, прирост контроля 0.3. Очень хочется. Удалой лидер, бессмысленная штука, но она открывает нам эффективность рыцарей целых 75%. Это очень много. Поэтому я все-таки, наверное, сделаю эту бессмысленную галантность. А потом пойдем в доминирование рыцарей. Да, и здесь у нас вот 0.3 пока что есть прирост контроля. Все, продолжаем военное дело. Хочу напомнить, что у нас при дворе, сейчас я вам покажу, стоит вот такой вот шкафчик, который нам дает военное дело плюс 30%. Так что мы ускоренно все изучаем. А у нас есть предложенное соглашение. Этот блестящий пегий мех и желтый глаз никогда еще не видел таких прелестных кошек. Мой придворный гладит питомца, малыша. Он теперь твой лучший друг? Как ты смеешь? Малыш не продается. Слушайте, получит домашнюю кошку, мы получим деньги. Нет, конечно же, малыша мы никому не отдадим. Это наша кошка. У нас 10 при дворе. Давайте посмотрим. Мы уже 18 в мире, и это при том, что мы даже до середины еще пока что не прокачали все вот эти вот наши перки. Можно будет сейчас прибавиться. Смотрите, у нас доходы огромные. Доход от вассалов 200 и наш доход плюс 100. Странно, мало нам вот эти вот вассалы платят. Здесь, если мы увеличим наши условия, содержание 28 в месяц, гости часто при дворе, дополнительные величии. Но это невыгодно. Дальше посмотрим. Там вербовка гостей, сила личных происков, сила сопротивлений тоже невыгодна пока что нам. Далее. Пир эффективнее снимает стресс, дополнительное величие двора, снижение стресса 30%. Вот это вот неплохо. И достойная мода дает нам престиж, дополнительное величие двора, ну и престиж. Не хочу я это делать, потому что все это получается бессмысленное. Административный двор можно будет заменить на дипломатический двор. Но здесь у нас прирост тирании, мнение советников. Кстати, вот это вот хорошо. Максимум происков нет. Как был у нас административный двор, это самое лучшее. Для нашей ситуации, для нашего великого государства. Так, друзья, давайте на паузу. Мы с вами победили. Навязываем требования, да будет так. Ну и распускаем, наконец-то, все наши войска. Наконец-то в нашем великом Никодимовском государстве наступает мир. И у нас доступно новое решение устроить прием. Давайте мы сейчас выслушаем обращение просителей в очереди. Здесь мой вассал явно сдерживает гнев и что-то нам говорит. Вы правы, великий князь должен сам обратиться. Ука ясно излагает свою волю. Держава России должна принадлежать его верным последователям. Здесь не место матрудистским псам. Да, вы правы, великий князь должен обратиться. Мы получаем стресс, Елисей обращается, нежелательная конфессия. Ну такое себе. О, Аллах, мне открылась истина, вы обращаетесь в матрудизм. Сразу отрицается, я сужу по гостям, а не по их вере. 20 мнений, получает 20 мнений, подружится с вашим персонажем. Ну такое себе и последнее. Мы получим 10 мнений о нашем персонаже. Величие двора, вернее, получим, а он получит 10 мнений. Все остальные теряют. В моих землях рада последователе всем конфессиям. Великий князь должен обратиться. Ну смотри, мы получим ужас, что ничего страшного. Все неуконские вассалы получат минус 10 мнений о нашем персонаже. Нет, давайте вот по минимуму сделаем. Скрепя сердце, я соглашаюсь. Что случилось? Королева Сибирелла смело выступает вперед, а не тратя времени на объяснение, начинает приглушенно бормотать. Я пользуюсь определенным авторитетом, среди прочих недовольных наверняка смогу убедить наемного успокоиться в обмен на некоторые изменения в контракте. Ходят слухи, что она переманивает моих вассалов и говорит, что Россия для них темница. Публично Сибилы никогда не подтвердит эти сплетни. Давай начнем с конца. Опасную игру ты затеяла. Ага, это у нас та самая валахская принцесса, с которой мы не раз воевали. Ну что ж, здесь мы потратим. Она получит 5 мнений ее фракции. Хорошо, будем иметь в виду, не такой уж и плохой вариант. Мошенничество. Здесь у нас навык дипломатии. Против нее сколько у нее дипломатия? 15, а у меня 20. Ну не факт, что мы победим, но здесь 35-62% фракции сепаратистов получат 10 недовольства. Тоже отрицается. Забудь об остальных Сибилы. 60% получат 15 мнений. Стресс, справедливость тоже очень плохо. Теряет 30 мнений о нас. Критический уровень стресса становится. Скрипя сердце, я соглашаюсь. Смотрите, каждый феодал из фракции сепаратистов, размеры налоговых податей будут снижены на одну ступень и не могут вступить во фракцию в течение 5 лет. Фракция сепаратистов будет распущена. Давайте посмотрим, что у нас, насколько она серьезная. Вот, фракция сепаратистов, ну вообще никакая. Я думаю, что мы с ней справимся. Так что не они мне должны диктовать условия, а мы им будем диктовать условия. Тем более, что здесь мы вроде бы как со всеми помирились. Наступательная война у нас должна уменьшиться. Да, до 51. Вот у нас написано. И вот этот вот чувак хочет заседать у нас в Совете. Давайте посмотрим, как дела в Совете. 3-12. И вот здесь вот он всех успокоил. Ну что ж, давайте кого-нибудь еще. Может быть, вот в Третьем Риме где-нибудь здесь потихоньку успокоим. 4 года. 2 года. Давай вот этих вот успокаиваем. 2 победы и предложить придворные события. Не хочу я соглашаться на ее условия, поэтому 5 недовольства получает фракция сепаратистов. Ростов, ваша награда за службу, он получит. Габриэль, святилище Ростов, 40 мнений о нас получит. Ну слушайте, друзья, я и Ростов не хочу отдавать. С другой стороны, он нам вроде бы как даже не нужен. Давайте посмотрим, что у нас там с Ростовом. Итак, вот у нас Ростов. Он принадлежит у нас здесь внутри Владимира. Это мелкие земли. Ростов нам дает 5 единиц, но мы можем продолжать вот здесь вот строиться дополнительно. А также во Владимире у нас доступны новые события. Нет, не буду я ему, давайте, не буду я ему ничего отдавать. Сейчас как-нибудь мы утихомерим этот вопрос. Вот так. Пусть он уходит, мы себе нового рыцаря наймем. Все. А новых рыцарей мы можем нанять, друзья, с придворными. Я сейчас тогда всех переженю. Немедленно проводите. Вот сразу же кто-то пришел к нам. Здесь об отпущении грехов. Давайте сделаем следующим образом. Я строки о наследии не до конца понимаю свое участие на этот счет. Либо вы написали от всего сердца, мы получим узелки и 20 мнения. Да, вот это вот очень даже неплохо. Хорошо, какая-то соседняя королева. Давайте сделаем так, друзья. Я сейчас быстро всех переженю. Возьму всех нужных нам. Вот это вот хорошая девушка. Если она стоит 17 копеек, забираем ее себе. Ну что ж, я всех переженил. Всем там дал мужей и жен. Посмотрим, могущественные вассалы заседать. Три человека. Так, они, смотрите, все соглашаются. Принц Евстафий может вступить в брак. Давайте мы ему подберем какую-нибудь супер тогда классную королеву. Плодовитую. Ну а здесь, наверное, будем тогда выбирать по значимости. Смотрите, у нас здесь Лохомон. Хорошее государство. Имеет неплохое войско. Она у нас спокойная, смиренная, но фанатичная. Она другой религии. И может она и не принять нашу религию. Германская принцесса Прасковья. 11-летняя. Здесь, наверное, будет плод кровосмешения. А смотрите, нет. Зато мы получаем плодовитость, сильное тело, понятливость, Геракл, прелесть, гениальность. То есть у нас будут супердети. Да, пока что они еще маленькие. Но когда они подрастут, они родят нам много-много маленьких детей. И у него, смотрите, у германского короля 56 тысяч войска. Конечно, мне такой нужен. И мне такой нужен именно в Европе, когда мы будем убивать папу римского. Давайте отправляем предложение, друзья. Все вроде бы как готово. Ну что ж, друзья, продолжаем кошмарить папу. Так, отлично. Объявляем сейчас ему войну для того, чтобы отменить папство. Все согласны жениться. И начинаем войну вот с этой вот Сардинии. Посмотрим, откуда, с какой стороны мы можем напасть за королевство. Вот жаль, мы не можем теперь начать новую войну за королевство. Здесь все согласны, заключенно перемирием с королем германским. Он нам, кстати, сейчас и поможет. Давай посмотрим здесь. Королевства здесь мало. А сюда, если мы поставим, с палета. Выгодно? В принципе, выгодно. По моей тактике, помните, как я отрезаю вражеские территории, для того, чтобы они ничего не смогли с нами больше сделать. Капуя. Тоже выгодно, потому что у нас будет больше линий соприкосновения. И мы дойдем вот до этой вот Сицилии. Корсико. Это маленький лишь островок. Салерино. Ох, как далеко. Мы можем сразу же вот сюда на границу выйти. И Сардиния нижняя. Что ж, друзья, давайте выбирать, где мы с вами будем наступать. Не забываем, конечно же, про деньги. Останавливаем всяких негодяев. И продолжаем готовить войну с Сицилией. Я думаю, друзья, что вот это вот герцог Стоспалета будет нам очень выгодным. Раз, два, три, четыре, пять. Да, объявляем войну и сильно их ослабеваем. Теперь ставим войско где-нибудь вот сюда. А где у них главная столица сицилийская? Ага, на острове. Нам придется еще на остров тогда ехать, чтобы отвоевать у них вот эти вот территории. Хорошо, ладно. Собираем тогда здесь все войска. Ордена призываем к нам. Ну и начинаем тогда наступательную войну. Здесь кто командует? Не я. А в небесах мы назначаем супер-король ЖТЦУ. Хороший, интересный король с разграблением. Все, ускоряемся, друзья. Ждем, когда у нас здесь накопятся вместе с бомбардами. Ну и начинаем наступление. Я думаю, что Сардиния нам ничего сделать не сможет. Более того, мы сейчас призовем тогда члена нашего дома Себеслава. Призываем к нам на войну. И еще германский король, вот здесь вот он сказал, что теперь он тоже будет воевать за нас. И идут выборы царства Хазария. Давайте, пока не забыли, мы в наследование убираем. Наконец-то у нас накопились коронки. Убираем вот этот вот феодальный закон. Все, готово. Ну и теперь полностью все земли будут принадлежать нашему Изъяславу. И проблем у нас никаких не будет. Наверняка Гавриил бы одобрил плотские ухищрения. Возлежит на одном ложе вы и Ярослава Морозова. Фу, не хочу. Приведите себя в порядок. Мы получим узелки, что нам очень будет сейчас нужно. Этот вопрос мы решили. Смотри, с наследством больше вопросов нет. С вассалами, да, сейчас будут у нас огромные вопросы. Но я думаю, что мы как-нибудь что-нибудь придумаем. И баронство создает новый орден у конский отряд Весенбургов. Хорошо. Это очень хорошо. Золото сыпется. Мы сейчас больше не хранитель древности. Так, нам обязательно нужно будет сейчас назначить хранителя древности. Хорошая пригодность Агафьи. 42 года. Это что у нее такое? Блуд. Ничего страшного. Блудницы тоже люди. Ну и наступаем, друзья. Ага, они сразу начали атаку на наши территории. Смотрите, как интересно. Поэтому об отпущении грехов принимаем. Здесь смотрим, сколько еще осталось. 23 месяца. Но в принципе войска у нас накопились. И какое-то придворное важное событие. Негодование при дворе. Почему эта простолюдинка Агафьи получает положение при дворе, а я нет? Да бросьте вы. 15 мнения. Он сейчас о нас думает. 64. Вы действительно заслуживаете должность. Личный воитель. Так, насколько он у нас хорош? 9. Ну, нет. Продолжать чутить в том же духе, и мы будем ближе к соперничеству. Да бросьте. Отстаньте от меня. Мне тут не до вас. Я вообще-то воюю с целой Италией, с Сардинией. Первая задача. Хранители небес идут вот сюда. Да, они умрут. Это все верно. Вторые идут у нас тоже сюда, и они побеждают. А третьи войск, которые чуть-чуть побольше, захватывает у нас вот этот вот первый город вот в синем контуре. Нам нужно будет раз, два, три, четыре, и, видимо, вот этот вот пятый. Сейчас мы тогда по-быстрому все это и захватим. Ну, все, друзья. Задачи распределены. Наши войска наступают. Наши дети быстро растут. Все у нас идет лучше всех. А как они так мгновенно, смотрите, завоевали нашу территорию? Сразу минус 10%. Так, давайте мы тогда освобождаем вот этот вот город, и они сразу начинают у нас сбегать. А все, мы мгновенно все освободили, и идем на перехват. Об отпущении грехов. Хранители земель небеса потеряли воители. Зима, октябрь. Все, сейчас они у нас там прибудут. Я все возмещу. Малыш одни лишние приятности. Она всего лишь кошка, великий князь. Да ладно вы на кошку-то наезжать. Что она вам такого плохого сделала? Ну, зацепились? Есть, да, зацепились. Все, с этими войсками у нас, друзья, покончено. Теперь забираем у них просто-напросто города, и я думаю, что победа будет у нас, друзья, в руках. А мы продолжаем наступление на юг. Во, наши друзья приехали. Тогда вы пока захватываете, а мы пойдем вот этот вот южный город захватим. Я думаю, что мы управимся менее чем за 6 месяцев. У нас не будет вот этой вот наступательной войны. Смотрите, как мы быстро у них захватываем. Здесь наверху вроде бы никого нету. Да, там ходят. И у нас уже 60% похолайнен поберите стыда у тебя нету. И нам сейчас нужно будет два города завоевать. Ну, и вот эти вот деньги прям сыпятся, сыпятся. Я даже не успеваю на них нажимать. Давай посмотрим. Во-первых, мы еще можем один раз победить. Во-вторых, мы сейчас в синих контурах завоюем территорию. И в-третьих, да, по плюс 10 у нас будет прибавляться. 80. И как раз территория будет под нашим контролем. Так, минуточку, друзья. Все идет очень быстро. Дело в том, что я играю сейчас на максимальной скорости. Давайте сейчас вот забираем первый город. И 72. Что ж, я понимаю, что учудил, артефакт захвачен. Здесь он сохраняет свойство прихоти. Это мой Изъяслав, принц и наследник. Либо он может честность получить, либо торопливость. Торопливость вроде бы осуждается у конусцами. Смотрите, происки, враждебные происки. Мене осюзерина, ученость. Нет, это мы не берем. Честность, это я тоже помню, не очень хороший перк. Здесь дипломатия, интриги, честные. У конусцы считают это добродетельностью. Это очень хорошо. И прихоти. Но прихоти вроде не такое уж и страшное. Управление, интриги, зато большие. Прирост стресса. У конусцы считают это грехом. Ну что ж, придется нам ради нашего сыночка немножечко пострадать. Все, 75%. Отпускаем, друзья, с паузы. Сейчас захватится готовый этот город. 90. И у нас превышен максимум вассалов. И это при том, что мы еще даже территории не разделили. После осады города у нас все плохо. Ладно, этим я тогда займусь, друзья. Я уже показывал в предыдущих сериях, как решается эта проблема. Дело в том, что нам нужно будет взять главный титул королевства. Как раз посмотрим, сколько тут нам осталось герцогств. Итак, где у нас Италия здесь? Чтобы узурпировать, всего лишь два. Мы здесь берем целых шесть. То есть королевство мы берем себе. Отдаем кому-нибудь вот нашему сыну, который нас правит в Италии. И он здесь будет править. И он будет подчиняться нам. А пока забираем и забираем здесь все возможное. Смотри, они пришли. Начали завоевывать наши города. Но я думаю, что они просто тупо не успеют. Да. Они просто не успели по времени. Завоевываем. Наши союзники делят. Ну, мне не жалко дарить все это нашим союзникам. Смотрите, их, оказывается, было трое. Теперь наступаем и распускаем все наши войска. Итак, друзья, мы можем теперь узурпировать вот этот вот титул. Не можем, потому что невозможно узурпировать титул управителя, который считает вашу конфессию враждебной или хуже, пока он владеет де юри землями. Ага, вот еще спалета нужно будет где-то найти. Давайте посмотрим. Так спалета нам принадлежит. Давайте мы создаем себе титул. Вот так вот. И эти спалетские земли мы тогда раздаем нашим сыновьям. Все отдали? Все. У нас здесь превышение какое-то идет на две единички. Но я знаю, как эти две единички решить. Дело в том, что у нас есть корона. Она, правда, не очень выгодная. Но там дается плюс два вассала. Сейчас мы найдем. Здесь мнение вассалов хорошо. Вклад, престиж и мнение тоже. И здесь вот максимум вассалов плюс два. Давайте временно пока что надеваем вот эту вот корону. Все готово. Убираем вот этот вот минус, чтобы с ним больше не вязаться. Ну и посмотрим, что нам там еще нужно будет для отмены папства. Да сгорит Ватикан. Вы не отвечаете требованиям. Рвение снижено. Мы выполнили два главных условия. Но Италию пока что... Да, нам, видимо, вот этот весь сапожок, смотрите. Нам нужно будет его весь завоевать. Пока собираются наши войска. Давайте посмотрим, как у нас здесь во фракциях. Все ли тихо, спокойно себя ведут. Никто больше... Ага, не поднимает голову. Крестьяне из Ярославля. Ну, это совсем мелкое. Этих мы подавим. Они даже не заметят. Они даже не успеют начать войну. Против Сардинии мы несколько лет не сможем воевать. Против вот этой Никеи. Я смогу начать войну? Да, я могу начать войну. Причем мы, наверное, по морю будем переплывать. Но я бы сначала, давайте на паузе, хотел бы решить внутри государственные вопросы. Могущественные вассалы могут заседать. Вы можете решить, какого опекуна получит Иринья. Так, это наша маленькая дочь. Ну, давайте пусть она получит свою маму. Мама ее всему научит. Дальше. Вы можете взять выкуп и изменить договора. Здесь 10. Берем. Вышеслав Никодимыч может вступить в брак. Это один из наших сыновей. Это второй, кажется, наш сын. Давай мы ему тогда подберем. Ему сколько? 16 лет. Разницу сделаем не больше 5 лет, чтобы попроще было выбирать. И смотрите, есть умные, красивые. Марина. Ух ты, какая вообще. У нас супер дети получатся, друзья. Они будут принадлежать Никодимычу. Шанс завести детей очень высоко. Давайте принимаем предложение. И изменить вассальные договоры мы пока что не будем. Вышеслава сейчас вступит в брак. Давай разберемся теперь с советом. Смотрим, друзья, где у нас могущественные, а где у нас нету могущественных вассалов. Тогда тайный советник 32. Берем кого-нибудь из могущественных. 22. Вот этот вот хочет заседать у нас в совете. У него есть минус 40. И он как раз нам подходит. Да, давайте мы его назначаем. Смотрите, плюс 100. Одну задачу мы с вами решили. Далее здесь. Он тоже не могущественный. 22. Нам нужно посмотреть, есть ли у нас кто-нибудь умный. На 16. Король германский. Можно будет его утихомирить таким. Он самый большой, да. Ну, давайте рискнем. Не очень, конечно, хорошо с 22 понижать на 16. Но зато мы заткнем ему глотку. И он всегда будет на нашей стороне. Да, вот так вот назначаем. Далее. Воители. Смотрим, друзья. У нас есть еще одна могущественный вассал, но у него всего лишь 8. 26. Нет. Это вот та самая, которая на нас поднимала голову. Где-то убийца Сибила. Нет. Оставляем все. Но в основном всех могущественных вассалов мы распределили. Ну что ж, друзья. У нас получилась достаточно большая и невероятно насыщенная на события серия. Мы проделали огромную работу и стали еще на один шаг ближе к отмене папства. Но этим мы займемся, друзья, уже в следующей серии. А на сегодня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные серии. Пока, друзья. До новых встреч.